Я тут живу 30 лет Все это, естественно, разворачивается у меня на глазах Я думаю, что часть из вас эту историю узнает В любом случае, те, кто живет там больше 20 лет На западе Васильевска, наверняка помнят Это были времена еще 30 лет назад Когда был еще Васильостровский райсовет Проект, что надо было бы устроить морскую набережную Сделать из нее современное пространство Для отдыха, для развлечений Естественно, времена были такие, что денег не было ни у кого совсем Никаких инвесторов не нашли, у властей денег не было И все это тихо заглохо Но идея о том, что нужно было бы устроить морской набережной Она, конечно, была у всех у нас, кто тут живет Наступил 2005 год Очень хорошо помню Когда появилась идея о том, что давайте мы тут Организуем порт Сказали, давайте мы тут намоем кусочек территории Построим пассажирский порт А за это мы благоустроим всю морскую набережную Я очень хорошо помню этот обман Я, надо сказать, еще тогда не поверил Я сказал, что порт построят, а благоустроить ничего не будут Потому что порт это доходы, а благоустройство это расходы Как только пробили идею о строительстве порта Так тут же возникла идея А давайте мы намоем новые территории Какое благоустройство? Ничего не надо Сделаем два города-сада Один на юге, один на севере Мы с этим намывом, еще южным, боролись несколько лет Устраивали митинги, проводили пикеты Там писали депутатские запросы Пытались поменять генеральный план И когда, значит, единороссы хохотали на весь зал Когда мои коллеги из Яблока пытались это остановить И кричали, какие вы смешные ребята Хотите остановить намыв бабла Вот ровно этот намыв бабла и происходит, собственно, все эти годы Большой обман с этими намывами Привел к тому, что мы видим на юге Где мы видим вот эти, по сути, это человейники И примерно то же самое собираются делать здесь Я участвовал в заседании градсовета Который обсуждал концепцию этого северного намула Я, правда, не член градсовета Значит, меня оттуда выкинули Но им пришлось меня допустить к участию Там дать порой для входа по видеосвязи И там даже профессиональные архитекторы За этими руками говорили, что ж такое В красивейшем месте города Вы строите еще одну Кудрову, по сути дела Вот по тем проектам, которые у них там нарисованы Возникает вопрос, зачем? Ну, ответ на мой взгляд крайне просто Естественно, все это делается исключительно для прибыли При этом, ну, 20 лет говорю, что Петербург не Сингапур У нас нет необходимости намывать в море Для того, чтобы что-то построить Достаточно свободного места Нет, вот хочется здесь Потому что красиво Потому что вид на закат солнца И на залив квартиры Они дороже продавались, чем другие когда-то Три раза Из-за вида из окна Три раза, да Ну, вот, получите теперь вид из окна В общем, на залив Она совсем другой То есть гражданам причинили еще имущественный ущерб Кривой, на самом деле Не нужен ни южный намыв Не нужен ни северный Не нужно вообще застройка в заливе Потому что у Петербурга достаточно пространства Для нового строительства Тут, если что нужно на Васильевском Так это инфраструктура Поликлиники, детские сады, электростанции, школы Надо это останавливать История-то очень длинная Длится уже 17 лет подряд И все это делается абсолютно против мнения граждан Это я вижу, ну, и как Ваши соседы, и как депутаты И, в общем, там кто угодно Но остановить это, я думаю, что можно Разными путями, если просто не опускать руки Почему я так говорю? Потому что мы стоим с вами прямо напротив того места За которым мы тоже боролись там лет пять И все-таки парк там будет на Смолене Я сейчас проходил через то, где должен быть парк И порадовался, что не будет никаких апартаментов А все-таки будет парк Есть проект, там выделены деньги Ну, должно начаться благоустройство Продолжение следует...